Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сегодня мы обратим внимание на очень распространенную и уважаемую серию моторов 1.8 TSI и TFSI для всего модельного ряда VAC. Итак, встречаем 1.8 TFSI. С этими TSI много путаницы. Сегодня мы будем рассматривать двигатель серии EA88 поколения 2. О чём вообще речь? Первые TSI и TFSI у VAC относились к семейству EA113. У них ременной привод ГРМ и выпускались они до 2007 года. Им на смену пришли двигатели, разработанные из чистого листа семейства EA88. До сих пор они до сих пор пережили более четырёх модернизаций. У них крепкий чугунный блок цилиндров, непосредственный впрыск и цепной привод ГРМ. Цепей, кстати, в таком моторе три. Две приводят балансиры и масляный насос. Моторы EA888 выпускались с рабочим объёмом 1.8 и 2 литра, хотя от младшего отказались в 2016 году. И прямо сейчас перед нами находится двигатель 1.8 TSI. Можно просто 1.8 T. От Audi A4 поколения B8. Индекс CDHA мощностью 120 лошадиных сил, но всё сказанное про этот двигатель можно применить и для 160-сильной версии. Эти моторы механически выносливы и легко чипуются до 220 лошадиных сил и даже больше при более глубоком вмешательстве. Этот мотор относится ко второму поколению EA888. Выпускался с 2008 года по 2015. Все улучшения были направлены на соответствие этого двигателя экологическим нормам Евро-5. Инженеры пытались снизить потери на трение и просчитались с маслосъёмными кольцами. Об этом мы далее подробно расскажем. Несмотря на все сомнения, двигатели семейства EA888 на данный момент живы и здоровы, но многие из них потребляют масло. То есть владельцы доливают масло, капиталят эти двигатели, меняют эти двигатели целиком, также тратят деньги на дорогое обслуживание и на замену цепи ГРМ. В общем, к двигателям ранним EA888 есть вопросы вплоть до третьего поколения. Но, как говорят поклонники, бак не ломается, просто дорого обслуживается. Форсунки тоже имеют немало ревизии. Примерно служат 200 тысяч километров. Новый оригинальный стоит по 90 долларов за штуку, но есть бэушные хорошие по отличной цене в «АвтоСтронг». На большинстве моторов 1.8 TFSI семейства EA888 установлена турбина BorgWarner K03 и служит она отлично, если менять масло по сокращенным интервалам. Редко наблюдается растрескивание в горячей части. Возможен лязг перепускной заслонки из-за износа штока или отверстия подой заслонки. Некоторые неполадки с наддумом можно успешно диагностировать сканером, если знать, какие группы измерений проверять. Перепускная заслонка открывается клапаном N75. Это обычный соленоидный клапан. Если он барахлит, то появляется ошибка по передуву, то есть он не может своевременно открывать перепускную заслонку. А недодув может случаться из-за клапана N249, мембрана которого пропускает воздух. Мембрана клапана последней ревизии более прочная, то есть она пластиковая, а не резиновая. Топливный насос высокого давления на этих двигателях не очень капризный, но при больших пробегах он начинает пропускать бензин. Это основная причина, почему его приходится менять. Если ТНВД изношен, то будет доноситься запах бензина, из маслозаливной горловины. И при этом будут симптомы переобогащенной топливной смеси. Еще ТНВД, который установлен вот здесь, приходится менять из-за ошибок по датчику давления, который установлен на нем. Новый ТНВД последней ревизии стоит 200 долларов. Толкатель ТНВД оснащен роликом и служит долго порядка 150 тысяч километров. Его надо проверять раз в несколько лет и заменить в случае, если чувствуется люфт ролика либо виден его износ. При эксплуатации этих моторов часто приходится бороться с течами масла. Они возникают по передней крышке, по прокладке магнитофазовращателя, а также потеет прокладка маслозаливной горловины и вакуумного насоса. Скрытые течи масла возникают по прокладкам масляного стакана между блоком цилиндров и теплообменником. При замене прокладок стоит оценить состояние теплообменника, не забить ли он. А вообще лучше раз в 200 тысяч километров заменить его на новый. Ну а самая неприятная утечка масла связана с затоплением свечей зажигания. Чтобы устранить эту проблему, придется снимать легкосплавную клапанную крышку и клеить ее на новый гермет. При замене масляного фильтра надо обращать внимание на состояние так называемой трубы. Она не должна быть деформированной, ее кольца должны быть эластичными, иначе возникнут проблемы с работой фазовращателя на холостом ходу. Насос охлаждения этих моторов приводится отдельным ремешком от балансирного вала. Так вот, этот ремешок надо менять вместе с помпой. Оригинальная помпа идет в пластиковом корпусе и в нем же находится термостат. Оригинальная помпа идет только в сборе со своим корпусом и стоит по оригиналу $400. Хотя в продаже есть только крыльчатка с приводным валом и передней крышкой. Кроме того, предлагаются и неоригинальные помпы в полностью металлическом корпусе. Такие километров вместе с помпой надо будет еще заменить весь антифриз. Знаете, что новые помпы и антифризы есть в «АвтоСтронге». Во впускном коллекторе есть вихревые заслонки. Они закрываются на низких оборотах двигателя, уменьшая сечение воздушных каналов для того, чтобы ускорить поток воздуха. Заслонки приводятся вакуумным актуатором, управляемым электровакуумным клапаном, а положение заслонок фиксирует датчик. Он находится со стороны первого цилиндра. Собственно, этот датчик обеспечивает обратную связь. При больших пробегах возможно появление ошибки по данной системе и проблема может быть где угодно, что часто доставляет много хлопот неопытным сервисменам и владельцам. Также подвижный заслонок может ограничиваться обилием масляного налета и гари во впускном коллекторе. Также может забарахлить электровакуумный клапан. Он сообщается с атмосферой и может со временем наесться пыли. Также может быть утечка вакуума как по трубкам, так и по самому актуатору. Ну и наконец сам датчик может выйти из строя. А по диагностическому ПО можно оценить его отзывчивость и ход заслонок. Но не обязательно менять всё подряд, можно вычесть реального виновника. Ну а сегодня разобрать вот этот мотор и показать много всего интересного нам поможет ваш любимый Александр. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку! В клапанной крышке этих моторов установлен маслоотделитель системы вентиляции картера, а также регулирующий мембранный клапан. Так вот, этот клапан должен поддерживать разряжение в картере на уровне 25 милибар. Это разряжение можно померить через открытую маслозаливную горловину при работающем двигателе на холостых оборотах. Мембрана клапана маслоотделителя лопается примерно раз в 100 000 км. Появляется свист проходящего воздуха через трещину в мембране, появляются плавающие обороты и появляются предпосылки для быстрейшего закоксовывания маслосъемных колец. Всё-таки достаточное разряжение делает так, что маслу легче проходить через маслосъемные кольца. Маслоотделитель последней ревизии стоит 160 долларов оригинальный. В продаже также есть много неоригинальных деталей, включая мембраны по 10 долларов. Можно использовать всё, что угодно, лишь бы в картере было достаточное разряжение. Ну, а теперь давайте по состоянию. Визуально всё очень чисто, благородно, и износа на ощупь кулачков распредвалов мы не наблюдаем. Цепь ГРМ у этих моторов прямо с завода оказалась неудачной. Вдобавок ещё и натяжитель под качал, поэтому производитель выпустил и цепь, и натяжитель новой ревизии. Но всё равно цепь приходилось менять при пробеге в 100 тысяч километров, ну максимум 130 тысяч. Для оценки её растяжения надо снять заглушечку и заглянуть в смотровое окошко. Если шток натяжителя выдвинут на 6 стопорных канавок, то цепь в ближайшее время надо заменить. Кстати, перескок цепи на два зуба – это двигатель переживёт, то есть поршни и клапаны не встретятся, но появится ошибка по несоответствию положения распредвалов и коленвала. В самом начале видео мы рассказали про три цепи. Ну, а теперь давайте визуально. Вот эта цепь ГРМ, эта цепь, которая идёт на маслонасос, а вот эта цепь, которая приводит балансирные валы. Сама цепь ГРМ стоит около 40-80 долларов, хотя встречаются и более дешёвые неоригинальные варианты. Ещё около 50 стоит цепь маслонасоса и балансирных валов. Три её направляющих и три направляющих основной цепи – это ещё около 100 баксов по оригиналу. Ещё понадобится пара гидронатяжителей обеих цепей – это ещё около 120 долларов. Если изношенный зубья шестерён, то добавляйте ещё пару сотен долларов, хотя в продаже есть неоригинальный комплект из шестерни коленвала по цене около 300. Добавьте сюда ещё десяток мелких расходников и работу по замене цепи. Всё это вам обойдётся в цену примерно от 600 до 1000 долларов. Вдобавок, если двигатель установлен продольно, то вам придётся разбирать весь передок машины и снимать всё от бампера до радиаторов. Кстати, фазовращатель у этого двигателя один и новым он продаётся вместе со впускным распредвалом. Всё это стоит космос. Но если вдруг фазовращатель затрахтел, но всё в порядке с давлением масла, а также управляющий клапан работает нормально, не изношена его передняя шейка, то тогда можно разобрать фазовращатель и поменять пять внутренних лопаток. Они, кстати, продаются во многих интернет-магазинах. Каждые сто тысяч километров надо очищать впускной коллектор и впускные клапаны от нагара. Нагар больше вредит именно впускным клапанам. Они перестают герметично закрываться. Вдобавок, страдает кромка клапана и седло. А каждые 300 тысяч километров скорее всего понадобится полная разборка ГБЦ с профилактикой, то есть с заменой маслосъёмных колпачков, притиркой клапанов, а также может быть их заменой. Ну, а если говорить по состоянию, то мы видим, что моторчик-то тут масло поджирал. Блок у этого двигателя чугунный. Если говорить о состоянии цилиндров, то хон просматривается, но никаких побежалостей и задиров в цилиндрах нет. Ну, нагар на донышках поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оба балансирных вала этого мотора помещены в локцилиндров. Балансиры идут в сборе с приводными шестернями и легкосплавными картриджами-опорами, в которых находятся подшипники скольжения. В отверстиях этих опор для подачи масла есть мелкозернистые сетки. Если эти сетки засорятся подгоревшими частичками масла, то смазка нарушится, и балансиры легко заклинивают. Они блокируют свою цепь и, значит, коленвал. То есть мотор не запустится. Реже случается так, что зазор в подшипниках скольжения не увеличивается и валы не заклинивают. При этом обнаруживается низкое давление масла. И, кстати, на вот этом моторе давление масла надо измерять. Мы рекомендуем при каждой замене масла. Оно должно быть на холостых оборотах при прогретом до 80 градусов двигателе не менее 1,2 бар и более 3 бар при 3700 оборотах в минуту. А при замене цепи ГРМ и цепи балансиров нужно повращать балансиры рукой. Должно быть ни люфтов, ни заеданий. Ремкомплект для балансирных валов стоит 500 долларов. А теперь поговорим про самую главную проблему двигателей EA888 второго поколения. Так вот, эта проблема – это расход масла на угар. Причем эта проблема была изначально. Инженеры ВАК банально просто использовали неподходящие маслосъемные кольца коробчатого типа с крохотными отверстиями для отвода масла. И они моментально закоксовывались. Вообще закоксование маслосъемных колец не возникает из ниоткуда. Дело в том, что любое масло после 8 тысяч километров и неучтенных моточасов теряет свои свойства и деградирует. Образовываются кокс и сгустки. И вот именно этот кокс и сгустки и закоксовывают крохотные отверстия в коробчатых маслосъемных кольцах. Вообще, если менять масло каждые 5 тысяч километров в этих двигателях, то никакого масложора не будет. То есть все отверстия вот эти в коробчатых кольцах будут отлично справляться со своей функцией. А вообще в борьбе с масложором инженеры ВАК вернулись к наборным маслосъемным кольцам, которые устанавливались в новые поршни с увеличенными до 1,2 миллиметров компрессионными кольцами. Наборные маслосъемные кольца – это не цельный двойной профиль с насверленными в нем отверстиями, а пара раздельных колец с поддерживающим их расширителем. Этот расширитель абсолютно проницаем даже для старого масла. Его не так-то просто закоксовать. Но есть и другой выход – поставить на такой мотор поршни от моторов первого поколения. Такие поршни никогда не были замечены в масложоре. У них увеличенное до 1,5 миллиметра второе компрессионное кольцо, а маслосъемное кольцо хоть и коробчатое, но с нормальными прорезями окнами вместо крохотных отверстий. В общем, для кардинального решения проблемы с жором масла в этих двигателях надо менять поршни. Но, разумеется, это делать бесполезно в изношенные на конус и эллипс цилиндры. И после замены поршней и колец нужно посадить двигатель на жесткую диету, а именно менять в нем масло каждые 5-7 тысяч километров. Некоторые мастерские предлагают некую двойную раскоксовку, и иногда такой метод тоже работает. Но и после него надо сократить интервалы замены масла. Ну и если говорить о состоянии, вы, наверное, все уже успели рассмотреть, то коренные вкладыши выглядят неплохо, шатунные тоже, и коленвал визуально неплох. Верхние коренные вкладыши тоже выглядят хорошо. Кому интересно, в блоке есть маслофорсунки. Вот такие удивительные моторы есть у концерна VAG. То есть владельцы готовы нести траты на их обслуживание, ремонт, менять в них масло каждые 5 тысяч километров. Ну а что вы скажете, владельцы, могут ли автомобили этого концерна вознаградить вас за ваши усилия и расходы? Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».